Это финальная миссия, точно третьей кампании, и мы только-только стартанули. Какая задача здесь? Давайте вспоминать. Настало время последней отчаянной битвы. Если Эмилия и Салмир не найдут щит разума, прежде чем Гевин Магнус догонит их, весь мир, скорее всего, но это не точно, попадет в рабство к хрустальному маятнику. Ну, который там гипноз, все дела. Генерал Тарх храбро вызывается вступить в безнадежную схватку, в надежде отвлечь. А, Тарх должен быть не у нас, а в левом верхнем углу. Победить героя Гевином Магнусом в задачу. Ну че ж, погнали. Глубокой ночью в нашем лагере появилась одинокая приземистая фигура. Незваный гость сумел пройти мимо стражи, поскольку солдаты знали его в лицо. Он медленно шел между палаток, ничем не выдавая свои истинные цели, пока не добрался до самой большой палатки, шатра королевы. Здесь он вытащил из ножен, привязанный за спиной двуручный меч. Схватился поудобнее заставшую ему родной рукоять и вошел. Иногда, если королева Эмилия не может уснуть, она читает, пока глаза не начнут слепаться. Так было и в эту ночь. Свеча, возле которой она читала, все еще горела. Она и спасла ей жизнь. Стрела пронзила ткань шатра и пронзила убийцу за мгновение до того, как он опустил меч. Секунду спустя убежал молодой лучник, швырнул коротышку на пол. «Моя королева!» – спросил воин. «С вами все в порядке?» Эмилия выбралась из постели и зарыдала, увидев лицо своего неудавшегося убийцы. «О, нет! Я же не знал!» «О, нет! Я же не знал!» – вскрикнул молодой воин, когда увидел лицо того, кого он только что убил. «Да ладно!» «Да ладно!» «Я прибыл через несколько секунд и молча смотрел в мертвые глаза бывшего военного советника Эмилии, генерала Тарха. Он был мертв. Стрела пронзила его сердце. Я не понимал, что происходит. Подосланный убийца – это не похоже на Магнуса. Значит, он хотел этим что-то сказать. Или это был просто ловкий ход? Может, попытка подорвать наше мужество? Как же Тарх все-таки слился дешево, а? Ну как так? Джорито, привет! Эмилии не сразу удалось успокоить войска, встревоженные смертью генерала Тарха. Солдаты очень уважали гнома. И то, как Магнус превратил его в обычного убийцу, их очень разгневало. Это было огромным позором. Именно тогда некоторые офицеры потребовали, чтобы мы оставили поиски щита разума и напали на Магнуса немедленно. К чести Милии она отказалась, несмотря на чувства, которые испытывала Ктарху. Она хотела смерти Магнуса не меньше других, а может и больше. Поиски щита продолжались, хотя, как мне кажется, что-то умерло в Эмилии в тот день. Она, наконец, смирилась с тем, что великий Арканум был настолько же ее частью, насколько она сама была частью его. Эмилия продолжает переживать. Все как надо. Так, ну и куда мне бежать-то к главным героям? Наверху замок. Приоритет, конечно, его нужно захватывать. Давайте. Через шахту как раз. Так, собираем здесь шахту. Захватываем город. Гарнизон никакой. Подходим. Големы опасны. Сейчас будет удар неприятный. Может, и не будет. Да, уже никак они не убьют героям. Ай, много народу. С боком. О-о-о-о. Убиваем вражеского героя. Возвращается, к сожалению, под контроль этот товарищ. Так, а может, справимся без... Как у тебя? Нормально справимся. Ладно, давай гипноз. Погнали. Минус один. Почему стрелять не могу? Минус два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эмилии достается. Ну, на тоненького, да? Немножечко так. Чуть-чуть на тоненького. Маны нет. Здоровья мало. Город захватили. Повысили с характеристики немножечко. Как бы мне вернуться назад? И нужно ли мне возвращаться назад? Учитывая, что здесь проявился еще один красный товарищ. То есть, скорее всего, здесь у них все-таки есть замок. Просто далеко путешествовал. Здесь пытаемся перехватить героем. Салмиром. Слабенько, нормально все. Резисты работают. Герою шатываем. Тут лучше спрятаться не хочу. Ай, он убегает. Отлично. Теперь возникает вопрос. Есть ли здесь еще вражеский герой? Нужно ли мне тратить салмиром ходы для того, чтобы захватить эти две шахты? Или справимся с каким-нибудь героем из этого замка? Да, и здесь, по сути, ничего у нас нет такого. Внизу тупик. Там тоже тупик. То есть, статы можно собирать, но смысл в статах, если у вас герой не переносится. Дальше подкрепление наконец-то доходит до салмиром. И с этим подкреплением, я думаю, уже надо пытаться пробиваться. Гарнизон неплохой. Ну-о-о-о, справимся. Минус кошмары, минус разбойнички. Изи! Пробили гарнизон. И можем пройти уже на территорию синего купыря. У нее тут не все захвачено. Я тоже буду стараться выбирать, что захватывать. Давай, отойдем тогда так. Так. Да, я дотыкнул лучше палочкой его. Не хочу отвар. Бессмертие тратить. Изи. У-у-у! 158 титанов. Разведчик первого класса, лидерство. Давай атаку. Да, ладно, разведчика сделаем. О-о-о! Это мы щит отбили! О-о-о! Мы захватили щит. Да, не зря. Ночью того дня, когда мы захватили щит разума, я вошел в шатер Эмилии. И это салмир говорит. С бутылкой отличного вина, который я берег именно для такого случая. Ай, подкатывает! Ай! Я налил нам обоим и притянул ей бокал. Ребята, принимаются ставки. Будем ли мы держаться за руки? Или нет? За победу! Сказал я, поднимая бокал. И за тех, кто пал ради того, чтобы мы сегодня были здесь, добавила Эмилия. Мы никогда не забудем Тарха, сказал я. Я знаю. Эмилия допила свой бокал. Или допила свой бокал? Допила. В задумчивом молчании. И только потом заговорила. Салмир, неужели для того, чтобы править страной, королева должна потерять всех своих друзей? Это так. У королей и королев обычно бывает мало друзей. Вы знаете, что иногда им приходится посылать близких на смерть. Для того, чтобы пройти через это и сохранить рассудок, потребуется огромная сила. Сказал я, полагая... Это комплиментом. Ну, не знаю, стоит ли это дурацкое золотое кольцо того, чтобы потерять всех своих друзей, сказала Эмилия, снимая с головы диадему. Она бесцеремонно бросила ее на землю. Ой, все, короче. Нет, я не знаю, стоит ли или нет. Это решать вам. Но я точно знаю, лучшая королева — это та, которая не хочет ею быть. И кто сказал, что вы должны отказываться от дружбы? Вы еще молоды. По вашим человеческим нормам, Эмилия, и я знаю, у вас никогда не будет недостатка ни в дружбе, ни в любви. А ты мне друг, Салмир? Спросила она. Конечно! Взгляд Эмилии упал на меч богов. Ищет разум. Ребята, аккуратненько, лежащие на столике рядом с койкой. Койка. Надеюсь, что это так. Скажи, если эти вещи действительно сработают так, как должны. А, скажи, если эти вещи действительно сработают так, как должны. Я убью Магнуса? Да, — ответил я. Мне все еще было трудно представить своего бывшего господина мертвым. Это ты так думаешь? Так, это все, что ли? Нет, еще нет. Моя королева, — сказал я. Я все время буду рядом с вами. Эй! О, отфрендзонили, смотрите. Эмилия налила себе еще стакан вина и сделала глоток. Я хочу, чтобы ты знал, Салмир. Я тоже считаю тебя своим другом. Вот и все. Закончили упражнение. А че с мечом-то? Щит разума. Все армии героя становятся не воспринимающими к магии разума. Не, ну, ребят, мы двумя героями расправились почти с двумя сотнями титанов. И телепортнулись туда, куда нужно как раз. Телепортнулись. Тут же. Оп. Врата города. Оп. И я уже дома. Выхожу сразу на тракт. Хоп. И первый замок у моих ног. Ой. Эй, нормально. Нормально. Здесь все, все окей. Не вижу проблем. Давайте батя зайдет, ну. Ейди. По логике у них должна быть два, а то и три замка. Шлем всевидения. Скоро подкрепость сюда придет. Вижу следующего героя. Герой щегол. Перчатки всадника неплохие. Распутие. Но нужно держаться, я думаю, южного направления этой армии. Даже, наверное, забивает... Нет, по пути захватим замок этот. Салмир скачет. Скачет сюда ориентировочно. Эмилия чуть-чуть не успевает на этот замок, но ничего страшного. Салмир возвращается. Когда подкрепа прибудет? Как раз через день. Отлично. О, там драконы. Ну, в целом армия посредственная весьма. Я бы побежал сразу в атаку. Откупайся, сколько влезет. Далее. Эмилия идет на север. И с этой армии он также идет по стопам Эмилии. Но его задача пойти на юг. Потому что у нас же задача здесь главного злодея замесить. А он вряд ли находится здесь. Кто его знает? О, Магнус. Это он. Мне вот этого надо убить. А ну-ка, иди сюда. Сможет ли Эмилия вдвоем без титанов и без джинов справиться с ним? А он в замок сразу спрятался. Вот черт. Слушайте, а если я просто Магнуса самого убью? Не армию его, а Магнуса. То есть заходим. Тупо шотаем Магнуса. Ну ладно, допустим, не так, а как-нибудь пожестче. Вот так типа. Все, я типа телепортируемся в ближайший замок. А мне любопытно просто. А вдруг так тема сработает? Вот это было бы вообще красиво. А что, убил? Убил. Не? А, я проиграл. Его там, видимо, воскресили тут же. Не, не заходят. Ну ладно, черт. Давай. Там семь драконов механических. Ломаем их полностью, полностью ломаем. Два героя просто берут Магнуса за яйки. И все. И сразу уничтожают. Представляете? Извините про... Ну вы видели. Пришли вдвоем в город. Вдвоем пришли в город. И показали ху из ху. Шаталец. Прежде чем я опишу последние мгновения схватки с моим прежним господином, Гевином Магнусом, я должен еще раз сказать, что у меня не было иного выбора. Либо весь мир, либо Магнус. Он сам толкнул меня на это. Но мне по-прежнему больно думать о том, во что превратился этот некогда великий человек. К счастью, щит разума свел на нет воздействия хрустального маятника. Я видел смятение на лице Магнуса, когда он осознал, что его убивающий волю механизм больше не работает. Тогда и началась настоящая битва. Я не стану описывать ее подробно, поскольку меня нисколько не радуют последовавшие смерти, даже смерть моих врагов. Это мы двух халфлингов потеряли с своей стороны, и то переманили их к себе. Достаточно отметить, что нам с королевой Эмилией Найтхевен все-таки удалось превзойти врага в точности маневра. Слушай, тебя даже не было во время сражения. Возможно, в этот момент Магнус вспомнил, как часто в прошлом он полагался на меня в вопросах военной стратегии. Салмир, который сейчас ведет рассказ, идет сейчас с титанами и с джиннами. Битва закончилась, когда израненный Гевин Магнус пал. Мы победили. Вернее, так нам показалось. Хотя в прошлом меч богов сокрушил бога жертвы, его сила оказалась недостаточной для того, чтобы убить бессмертного короля. Мы с Эмилией обсуждали, как лучше избавиться от хрустального маятника, когда Магнус застонал и поднялся с земли. Его раны затянулись. «Предатель!» — закричал он. Магнус подобрал валявшийся на поле битвы меч и ударил меня так быстро, что никто не успел вмешаться. Никто, кроме Эмилии. О, как бы я хотел, чтобы она была более медлительна. Она бросилась к Магнусу, и он пронзил ее живот мечом. Что? Что за нелепый р... Лезвие вышло из ее спины с такой силой, что вошло и в мой живот на несколько дюймов. Что? Магнус шагнул назад, готовясь произнести заклинание. Я знал, что он собирается разрушить щит разума. Если ему бы это удалось, победа осталась бы за ним. И хрустальный маятник поработил бы разум всех нас. Он мог одним ударом превратить поражение в победу. Что? Как вы до этого? Я только что все расконтролил. Что вы делаете? У меня не было времени на сантименты. Я оттолкнул Эмилию. И она упала на землю с мечом в животе. Мое тело наполнилось силой, когда я вызывал удар молнии. Очень сильное заклинание. Но я направил заклинание не на Магнуса, а на хрустальный маятник. Кристалл взорвался, засыпав все вокруг градом осколков. Но единственным звуком, который я слышал, были пронзительные крики моего бывшего господина. Магнус обхватил голову обеими руками и упал на колени, вопя, как злой дух, которого пытают сразу тысяча палачей. Этот крик я не забуду никогда. Наконец, битва была окончена. Эмилия Найтхевен выжила чудом. Целители говорят, что клинок разрубил ей позвоночник, и она больше никогда не сможет ходить. Когда она немного поправится, мы сможем появиться на публике. Народ Великого Арканума собирается устроить в ее честь парад, который закончится повторной коронацией. Они никогда не признают другой королевы и защитницы. Затем Эмилия благословит только что построенную усыпальницу генерал Тарха. К счастью, все, кто находился под властью хрустального маятника, вернулись в нормальное состояние. Изменился, кажется, только Гевин Магнус. Видимо, для того, чтобы повелевать этим устройством, его разум установил с ним магическую связь. Разрушив маятник, я разрушил и его разум. Боюсь, он уже никогда не поправится. Как жаль. Сейчас, записывая эти строки, я сижу в теплой камере Гевина Магнуса. Он смотрит в окно, ничего не видя и не зная даже, где он и кто он. Кукла. Навечно. Надеюсь, что он хотя бы обрел покой. Что же до меня, то мне остается только собирать прошлое по кускам и записывать все, что случилось. Теперь я свободен. И это так чудесно. Пусть каждый, кто читает эти строки, узнает, что это такое. Принадлежать самому себе и самому принимать решения. И да будет у вас достаточно сил и воли обрести мир. И пусть вам не придется платить такую непомерную цену, которую заплатили мы. Ваш покорный Салмир Ибн Валиббарат. Блин, текст последний, конечно, очень хороший. Ну, друзья, все. На этом закончилась сегодняшняя трансляция. Надеюсь, мы продолжим кампанию. Четвертая, пятая, еще есть шестая в героях четвертых. Ну, по крайней мере, я посмотрю четвертую. Увидимся с вами завтра.